Кобальт Кобальт очень много используется в промышленности и поэтому в зоне каких-то промышленных крупных центров и там где могут наблюдаться промышленные выбросы, как правило почвы достаточно обеспечены кобальтом. В то же время дерново-подзолистые, торфяные, глинистые, песчаные, супещаные почвы у нас к сожалению очень и очень бедны кобальтом. Особенно бедны кобальтом кислые почвы. Так уж получилось, что этот металл залегает на достаточно большой глубине и в осадочных породах встречается не часто. В то же время многие растения весьма и весьма зависимы по кобальту. Хотя количество кобальта для растений исчисляется какими-то микро-микро-микродозами, очень небольшими количествами, все же растения могут испытывать дефицит кобальта. В растениях известны как минимум три ферментные системы, такие регулирующие системы деятельности растения, которые зависимы по кобальту, то есть состав которых входит кобальт. Ну надо напомнить также, что и человек тоже очень зависим от кобальта. Кобальт входит в состав витамина В12 и поэтому нам тоже кобальт очень нужен. Хотя дозы, конечно, как я повторюсь, очень и очень маленькие. Иногда, поскольку кобальт это действительно микроэлемент, можно не заметить, не зафиксировать какие-то специфические признаки недостаточности кобальта. Но мы можем ухаживать за растениями, вроде бы обеспечивать их всем необходимым, делать всевозможные подкормки, обрабатывать стимуляторами, добавлять удобрения. Но вот как-то они у нас чахнут, не растут и имеют какой-то усталый, не очень пышный вид. Зачастую это может быть связано именно с недостатком кобальта. Где же взять нам кобальт? Как нам подкормить наше растение кобальтом? Ну, в первую очередь я хочу сказать, что те, кто использует минеральные удобрения, такие как суперфосфат или хлористый калий, а это удобрения, которые добываются из недр, они могут претерпевать дальнейшую какую-то переработку, даже химические изменения, но все равно начало там ископаемое, добытое из земли. Вот такие удобрения одновременно несут в себе микродозы кобальта. И если вы систематически пользуетесь такими удобрениями, то, как правило, кобальта в земле для растений, для тех количеств, которые им нужны, его достаточно. В то же время сейчас очень сильно популярно делается органическое земледелие. И зачастую некоторые люди ограничивают возможность использования подобного рода удобрений. Они пользуются преимущественно компостами или травяными настоями. И здесь нас подстерегает опасность. Какая? Ведь если почвы бедны каким-то элементам, то и компосты, и травяные настои, которые были приготовлены на основе этих растений, также будут бедны этими элементами. Им их просто неоткуда взять. Если они их не взяли из почвы, то в них их и нет. И люди, надеясь, что они в полной мере обеспечат питание растений только компостами, это может быть и вермикополокомпост, и традиционный компост, и всевозможные травяные бродиловки, настои, они, конечно, обедняют свои растения микроудобрениями. Это касается всех микроэлементов. И бор, и цинка. Но в том числе и кобальта. Потому что, как я уже повторюсь еще раз, его в том корнеобитаемом слое очень и очень мало. При всем том, во многих научных работах было показано, что обработка кобальтом, зерновых, овощных, технических растений, картофеля существенно увеличивает и качество продукции, и продуктивность. И увеличивает в том числе, что очень важно для органического земледелия, в том числе устойчивость растений к болезням и вредителям. И для того, чтобы помочь растениям получить дополнительные дозы кобальта, необходимо всего-навсего сделать микроэлемевую обработку. Как я уже сказал, витамин В12 содержит в своем составе кобальт. А этот витамин является чрезвычайно доступным для покупки в аптеке. Он продается, как правило, в ампулах для внутримышечного внесения, введения. Соответственно, для того, чтобы обеспечить наше растение кобальтом, и с учетом того, что количество кобальта для растений необходимо в очень небольших количествах, достаточно всего-навсего вот такую одну ампулку, вот она такого красного цвета, развести в 10 литрах воды. Ее можно добавить в любую некорневую подкормку или в средства защиты растений и сделать некорневую обработку растений. Если вы это сделаете, вы будете на 100% уверены в том, что дефицита по кобальту у ваших растений не будет. И вы их обеспечили этим микроэлементом в полной мере. Соответственно, ваши растения уже не будут испытывать дефицит и стресс из-за недостатка кобальта и будут радовать вас урожаями и своим хорошим состоянием. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что это поможет вам содержать ваши растения здоровыми, красивыми, с полной обеспеченностью всевозможными микроэлементами. Если вам понравилось, нажимайте на лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши выпуски. Ну а в конце этого выпуска, для тех, кто досмотрел его до конца, я дам вам небольшой бонус, почти как в голливудских фильмах. Меня зачастую спрашивают, можно ли смешивать триходерму и фитоспорин? Как ими обрабатывать? Можно ли ими обрабатывать вместе? Какое время необходимо сделать перерывы между обработками сперва одним, а потом другим? Вот здесь на чашках Петри я вам покажу. Вот здесь вот триходерма была высеяна на питательную среду, и вот так вот на чашке Петри она разрослась. В то же время, в это же самое время, триходерма была высеяна точно на такую же среду, но вот здесь вот ободочком была нанесена бактерия, которая является основой препарата фитоспорин. Вы можете сами убедиться в том, что вот эта бактерия очень и очень подавляет развитие триходермы. Триходерма в центре практически не развивается. Поэтому я вам даю совершенно квалифицированный и экспертный ответ. Нет, нельзя их смешивать. Несмотря на то, что они существуют в одном препарате, они не дружат, они будут конкурировать, они будут подавлять друг друга. Поэтому триходерму и фитоспорин надо разносить или во времени, или в пространстве. Например, триходерму внести в землю, а фитоспорином обрабатывать надземную часть растения. Или это можно сделать наоборот. Фитоспорином пролить в землю, а триходермой обрабатывать надземную часть растения. В зависимости от ситуации. Надеюсь, что вот эта вот демонстрация, вот этот вот пример и опыт поможет вам сделать правильный выбор в том, как защищать ваши растения наиболее эффективно. Всего хорошего, до встречи!